Второе дыхание пятого цеха добычи нефти и газа. Уже в ближайшие месяцы один из старейших цехов «Газпромнефть» Муравленко планирует войти в тройку самых добывающих подразделений предприятия. С чем связаны большие надежды узнавал Евгений Дютеренко. Ему слово. Отличные условия созданы для операторов, для слесарей. Новые шкафчики, все новое. Старший механик пятого цеха добычи нефти и газа Ренат Сейдалин проводит для нас экскурсию по новому АБК. В этом здании работать, говорит, намного удобнее, не то что раньше. Здесь предусмотрено место и для рабочего персонала, и для ЭТРовцев. Новый административно-бытовой корпус планировали построить давно. Старый почти ровесник цеха продержался 20 лет. Начальник цеха Сергей Колодин отмечает, современная АБК появился весьма кстати, ведь объемы добычи растут и людям, чтобы успешно работать, необходимы комфортные условия труда. Нефтяники осваивают новые для себя направления работы. Сейчас здесь, кроме нефти, добывают еще и газ, причем не попутный, а промышленный. Новых скважин для этого бурить не пришлось. Переориентировали уже существующие. Если на Муравленковском месторождении там есть целый газовый промысел, ну я хочу сказать еще, там цеховой персонал не обслуживает эти скважины. Здесь же мы обслуживаем эти скважины. И за последний год, за прошедший год, мы в эксплуатацию ввели 10 газовых скважин, 800 тысяч стуточной добычи газа. Для обслуживания газовых скважин была создана даже отдельная бригада. Перспективы у Сутормы, несомненно, есть, уверен начальник цеха. Успешно проведенные в прошлом году геолого-технические мероприятия позволили заметно оживить добычу. Сейчас пятый цех занимает одно из лидирующих мест в «Газпромнефть» Муравленко по эффективности работы. Больше нефти дают только в Ангаяхинское и Тапуровское месторождение и промысел 15-го цеха. Но Сергей Ководин не сомневается уже в ближайшем будущем его коллективу по силам войти в тройку лучших.